Привет! Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня я хочу показать вам свой заказ по восьмому каталогу Avon. Каталог вы видите перед собой. Сегодня я снимаю на новую камеру и с микрофоном. Очень жду ваших комментариев, хуже или лучше, и вообще изменилось ли что-то. Надеюсь, что будет видна огромная разница. Давайте посмотрим, что заказала я и мои клиенты. Ну, как всегда, я хочу начать с самого распространенного и популярного в Avon. Это гель для душа. В этот раз у меня заказано было два обычных геля по 250 мл блаженства с ароматом фиалки и жасмина. И это достаточно недавно он появился в каталоге. Чувственная романтика в Венеции с ароматом фрейзии, красного пиона и мускуса. Кстати, несмотря на то, что я очень люблю пион, у меня этого аромата нет, к сожалению. Я не знаю, почему, для меня он, для меня вот этот удачнее гель для душа, чем у них уже, когда вот новинки, все-таки в постоянной коллекции такие проверенные у них гели, а тут все-таки попахивает компотиками. Также заказали, такие гели для душа стоили 89 рублей. Также у меня заказали в большом формате, то есть 500 мл, очень яркий, очень летний, приятный гель для душа папайя и персик. Он стоил 139 рублей. Это хорошая цена для такого геля для душа. И он неплохой. Единственное, если вам быстро надоедает аромат, вам, конечно, не понравится такой формат. Также заказали у меня две новинки, которые будут в девятом каталоге. Я уже их понюхала, я не знаю, можно сказать, оценила. Первый – гармония Востока с ароматом жасмина и зеленого чая. Первый – гель для душа. И второй, который называется «Солнце Калифорнии». Он у нас крем-гель с ароматом розового грейпфрута и франджипани. Эти гели по фокусу стоили 59 рублей. Это, естественно, смешная цена. Если честно, то мне больше понравился гель с зеленым чаем. Сейчас объясню, почему. Потому что «Солнце Калифорнии» – приятный цитрусовый гель, сладенький. Но все равно у меня ощущение, что такое Вейвен уже было. Но это лично мое, конечно, мнение. А вот что касается этого, здесь пахнет зеленью, сладким зеленым чаем. То есть зеленый чай – не холодный такой аромат. Вот, знаете, только он. И, может быть, это жасмин. Но, если честно, то жасмин для меня как-то по-другому. По крайней мере, вот в этом геле для душа «Ей жасмин» он для меня по-другому звучит. То есть вот такой, наверное, я приобрету. Тем более в следующем каталоге. Мы с вами его обязательно полистаем. Очень будет интересное предложение на геле для душа. Также из такого, из жидкого и большого. Мне заказали пену. Это бестселлер, мне кажется. Вейвен – сочная манго. Она стоила очень дешево. 129 рублей за 500 мл. Это просто какая-то смешная цена. У меня заказала ее подруга. И я очень люблю эту пену. Я знаю, что многие меня не поддерживают. Но я говорю свое мнение. Мне она пахнет мандарином, а не манго. Я не знаю, почему мы, кстати, ее уже, по-моему, закончили с супругом. Дальше была просто отличная акция вейвен. Покупаешь со страниц 2 за 139. На этих страницах было представлено очень много продуктов Avon Naturals. И у меня клиентки просто воспользовались, естественно, этим предложением. И приобрели кучу всего. Сейчас я вам все покажу. Я чуть-чуть вот так сделаю. Давайте. Ну, как же? Как же без этого? Значит, любимый продукт очень многих клиентов – это спрей алоэ и хлопок. Я, еще раз говорю, что у меня он есть, но я его использую чуть-чуть, я его использую для того, чтобы освежить лицо, ну, вернее, освежить воздух просто и туда понюхать. Мне нравится этот аромат, но я не использую его как спрей, тем более как тоник некоторые его используют. Нет. Этот тоник просто на ютубе очень популярен, и на него очень хорошие отзывы. Многие у меня его тоже любят. Этот тоник заказала моя мама, хочет попробовать огурец с чайным деревом. Мне прям интересно, он пахнет так, как вся серия вот эта. Крема, я, честно говоря, ни разу не пробовала этой серии, но у меня многие довольны. И также эта же акция «Купи два, но уже за 179», где были представлены спреи и крема, там, в общем, такое все. У меня заказала девочка спрей «Маракуйя и пион» и крем «Миндаль и ландыш». Это было очень выгодно, потому что чаще всего эти спреи по 110, только спреи. Можно было купить два спрея, например, но она захотела так. Дальше. Была очень хорошая цена на серию «Нутроэффектс», и на одной странице были почти все средства. Ну, не почти все, а вот такие для ухода за лицом. Стоили они по 145 рублей. У меня заказала подруга и матирующий тоник, и пенку, и гель для умывания. Я пользовалась всем этим, и у меня сейчас в... Что-то она как-то неровно стоит. У меня сейчас в ванной вот эти два средства. Я очень довольна и ароматом, и действием. Бюджетные, неплохие продукты. Я их рекомендую девочкам, вот молодым, у которых нет никаких там аллергических, сильных высыпаний, которым не нужен какой-то уход супер какой-то крутой. Потому что у меня есть девочки, которые умываются только... Одна девочка умывается только водой, там, с маслом, что ли, оливковым. Ну, то есть какие-то такие конкретные проблемы с кожей на все средства, на все. Конечно, тогда вам не подойдет «Нутроэффектс», потому что я считаю, что она для беспроблемной кожи. Ну, это мое мнение, конечно. Также для волос у меня заказали сухой шампунь за 219 рублей. Я тоже им пользуюсь, мне нравится, хотя я уверена, что есть лучшие. И, естественно, те, что лучше, скорее всего, дороже. За эту стоимость он нормально работает и выполняет все свои обязательства. Все, что написано. Для меня он очищает голову волосы. Волосы выглядят, как на мой взгляд, нежирными. Никакого белого следа не остается. Единственный минус, который я могу вам сказать, это, конечно, все-таки чересчур едкий аромат. Если вы воспользовались, то ваш собеседник в любом случае этот аромат услышит. Также из «Нутроэффектс» у меня заказали крем. Матирующий дневной крем для лица SPF 15, как раз перед летом, за 219 рублей. Я пользуюсь также этими кремами. Тоже я довольна. Они легкие, хорошие, приятные, неприятно пахнущие, увлажняющие. У меня есть и дневной, и ночной. На моем лице они увлажняют кожу. Ночной у меня питательный. Я бы не сказала, что липкие, не густые, не жирные. Хорошие крема. Дальше. Также у меня купила подружка из «Планет СПА» крем для рук оливковый. По-моему, он называется «Райское увлажнение». За 99 рублей была очень хорошая цена, и она, естественно, приобрела. Я очень люблю эти крема. Мне очень нравится, как они оформлены. Кто не знает, я покажу вам. Но мне кажется, все знают. Очень. Так, цивильно. И коробочки я на Новый год всем своим подружкам подарила по такому крему. Мне кажется, смотрелось очень неплохо. Также у меня купили спрей, уже парфюмированный, за 199 рублей. Эйван Черриш. Такими спреями я тоже, к сожалению, не пользуюсь. Я не дружусь с ними. Но это не значит, что они плохие. Просто я как-то не подружилась. Дальше. За 75 рублей у меня заказали мягкое увлажнение, очищающее средство для лица с овсом и экстрактом ромашки. Заказала знакомое. Мама попробовала у нее и решила, понравилось и тоже решила заказать. Ну, я только рада. Насколько я понимаю, они его используют как молочко. То есть на спонж и протирают лицо, очищают так. У него такой аромат очень приятный и, по-моему, похож на аромат Нивея. Эти крема, вот этих синих металлических упаковок. Ну, на мой взгляд, по-моему, похож. Или Даф, что-то такое. Также у меня был заказ из распродажи. За 499 рублей продавалась водичка Баттерфляя. Она пришла. Я очень рада. Отличная вода. Очень жаль, что она выходит из каталогов. Но есть еще одна новость. Подруга у меня заказала водичку Прайм тоже из распродажи. И она не пришла. То есть, девочки, предупреждаю вас, потому что вам заказывать по 8 каталогу не скоро. Он начинается с 23 мая. И Прайм в распродаже лучше не заказывайте. Его уже нет на складе. Пришла единичка. Написано, что уже нет. И не перезаказывать. К сожалению. Я подруге скажу. Она хотела заказать своему парню. В этом каталоге была очень хорошая цена на помады Леди. 119 рублей. У меня заказали их 3. 2 одинаковых розовый, кремовый розовый. А одна, которая называется Lasting Pink. Я не буду вам... Я еще не совсем поняла, как здесь с фокусом обстоят дела. Но, в общем, я вам сказала. Я этими помадами пользуюсь. Вот так, наверное, будет Rose Cream и Lasting Pink. Да, с фокусом еще я не совсем поняла все. Я этими помадами пользуюсь. Я ими довольна за эту цену. Просто шикарный вариант. Небольшая. Не стыдно накрасить губы. Да, конечно, она подсушивает губы чуть-чуть. Но мне она все равно нравится. Я люблю эту помаду. Дальше появилась новинка. В серии Color Trend появилась тушь, которая называется Привет, объемные ресницы. Она стоит 139 рублей. И, на мой взгляд, это что-то напоминающее супершок. Мне так кажется. К сожалению, я не могу ее открыть. Это в оттенке black, естественно. Но я спрошу обязательно у подруги, как ей эта тушь. Выглядит, конечно, просто бомбезно. Очень классно выглядит. Такой яркий-яркий розовый. Также у меня заказали тушь за 319 рублей, которая называется... Сейчас скажу, как она называется. По-моему, brown black. Питание и длина. Она не дешевая. Но вот подруга у меня заказывала ее. Она осталась ей не очень довольна. Я не знаю. У меня... Вот если помады я люблю, Avon, то тушь... Как-то я и тушь из Avon... Мы не очень подружились. Не могу я найти тушь, которая мне бы подошла. И также за 209 рублей у меня заказали тушь в оттенке brown black. Это тушь для ресниц супер длина. Такая у меня была. Тоже ничего... Ни хорошего, ни плохого сказать не могу. Такая средняя. Не до конца прокрашивающая. Для меня, если хорошая тушь, то об этом знают все и делают комплименты все. С Avon как-то не срослось у меня. То ли кисти у них какие-то. Ну, в общем, не срослось. Также заказали у меня два карандаша в оттенке coral desire. Этот оттенок любит моя клиентка и заказывает всегда. Один карандаш пришел в хорошей коробочке, а второй что-то как-то не сложилось, как-то он потрепался. Ну, я не думаю, что для нее это важно, но все равно неудобно. Ну, ладно. Чего страшного. Она у меня заказывает эти карандаши уже третий год и через две компании. Я не знаю, как она их там израсходует, но просто у нее, видимо, она красит губы. Я не знаю, наверное, через каждые пять минут. За 135 рублей я купила себе блеск для губ в оттенке лучик. Я подсмотрела этот блеск для губ у Оксаны плохих. По-моему, правильно я говорю. Оксана. Да. Она заказывала его, и, в общем, я посмотрела на камере, мне так понравилось. Она показывала только сводчик. Он был в коробочке. Коробочка, кстати, прилично очень. Еще раз говорю, оттенок называется лучик. Сводч мне очень понравился. Я прям увидела себя с этим блеском. Он мой, поэтому я тоже вам покажу сводч. Вот он, знаете, когда мне на губах, он прям смотрится. Вот я такое хочу. А на губах он смотрится как отсутствие губ. Ну, лично на моих. Потому что я загорела. Ну, не загорела, а смуглая. И мне не понравился он. К сожалению, я, наверное, подрю его родной сестре. Отдам, вернее. Потому что она у меня такое любит. Если бы чуть-чуть больше, либо розовины, либо коричневины, было бы вообще отлично. А так не мое, к сожалению. И также подружка у меня заказала за 39 рублей. Вот такие блокнотики. Зима прошла, Новый год прошел. А ей, она очень их любит. Каждый год заказывает. И очень часто они не приходят. Вот в этот раз пришли. Она довольная будет. Они магнитики прикрепят их обязательно на холодильник. И будет писать о своих делах. Ну, в общем, сейчас я их красиво тут как-то размещу. Вот. Это был весь мой заказ. К сожалению, водичка не пришла. Какой-то он получился такой скромный. Но все равно мне вот он был интересен для меня. Я заказала из этого всего только блеск для губ. И все. Сейчас, естественно, мы с вами полистаем девятый каталог. Мне он показался интересным. Но, к сожалению, очень выросли цены. И об этом мы с вами поговорим уже, когда будет обзор каталога. Если вам понравилось это видео. Если вам понравилось качество этого видео. Обязательно поставьте лайк. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.